Программирование приложений под Linux Программирование приложений под Linux Программирование приложений под Linux Слишком что угодно. Отладчик это такой универсальный инструмент, который мы используем, как это сказать, для того, чтобы прям непосредственно работать с нашими приложеньками, с тем, как они работают. Не менее универсальный или, скажем так, используемый гнини-попуде инструмент, это штука, которая называется Strace. Идея, Strace очень простая. Это у него маскот такой, значит, автор этого маскота Вильталий Чайковский здесь присутствует. Он вот это вот как бы создал. Вот так вышло. Идея Strace очень простая. У вас есть ядро операционной системы и системные вызовы ядра, которые хочется поотлаживать. С другой стороны, для того, чтобы отлаживать системные вызовы ядра, запускать отладчик ядра и в нем сидеть, это очень-очень накладная и, как это правильно сказать, требующая особых навыков деятельность. Между тем, никто никогда системные вызовы непосредственно в их абсолютно исходном формате в ядре не запускает. Вокруг каждого системного вызова есть обмазка, написанная на глипси. Это с одной стороны, а с другой стороны в ядре есть такой интерфейс, называется P-Trace, который позволяет, как раз пользуясь тем, что у нас мы не бегаем в ядро прямо сразу, а делаем это в несколько приемов, позволяет трассировать каждый системный вызов и даже настраивать, какие системные вызовы, в каких случаях мы прерываемся и обрабатываем, а в каких нет. То есть это такой, как бы, отладчик, но не для кода, а только для тех мест, где у вас из юзерспейса приложение шагает в ядро и обратно. Штука эта появилась в прошлом еще тысячелетии в операционной системе Sonos, тогда ядро Соляровское было самое такое крутое в мире, и очень хорошо документированное, ну и в какой-то момент ее спортировали в Linux. Сам P-Trace как инструмент разрабатывается под кучу-кучу операционных систем, я не помню, сколько их там содержится, ну, в смысле, сколько он их поддерживает, но это точно не только Linux, это и, значит, FreeBSD, и тот же Solaris, к сожалению, уже мертвый, и еще куча всякого разной степени дохлости. Вот, разрабатывается он, ну, сравнительно таким приличным сообществом, видите, тут 121 контрибьютор, вот, из них наиболее, пожалуй, активный сейчас разработчик Дмитрий Левин, вот, который по совместительству и неформальный лидер от Linux Team. Вот, я сегодня показывал совершенно неожиданное, незапланированное сходство вот этого маскота с этим человеком, вот. Вот, Виталий клянется и божится, что он даже не видел Диму к тому моменту, как нарисовал вот это, но, согласитесь, вот прямого сходства нету, но ощущение очень похоже. Вот, на самом деле, несмотря на то, что, ну, как, несмотря на то, что, это S-Trace, это такой международный стандарт, де-факто, по трассированию системных вызовов, он активно развивается, участвует в Google Summer of Code и так дальше. И так вышло, что с легкой руки, значит, того же Дмитрия, довольно много наших участвует в этом процессе, там, как минимум, несколько выпускников факультета, вот, Евгений Сарамятников, Ельвир Хабиров, в общем, такой вот проект. Я лично в него лезу вообще бесперечь чаще, чем в дебаггер, потому что он проще, чем дебаггер, а нужную информацию нам выдать может. Значит, что умеет S-Trace? Напоминаю, что он умеет не только запускать под трассировкой процессы, но и присоединяться с помощью ключика минус-п к уже запущенным процессам, но для этого у вас должна быть вырыта та самая яма. Помните, с отладчиком была такая же фигня, он отказывался отлаживать, пока у вас патерископ не включен, да, вот. Он должен быть включен, это вот какой-то СИСКТЛ про какую-то яму. Вот, яма. Вот эта яма должна быть выключена. Например, закопана, не вырыта, а закопана. Да, что умеет S-Trace? Ну, разумеется, он умеет по прямому назначению с помощью патериса отслеживать каждый системный вызов и выводить нам на экран, а что, собственно, происходило, когда мы ходили к ядру. Вот задача для здесь присутствующих, такая не задача, а, как это, небольшая рулетка. Значит, сейчас, секунду. Я посмотрю, есть ли у меня ключики. У меня ключиков нет. Я просто хочу зайти на этот самый, на Linux Practicum, чтобы там-то у меня прям все окружение уже подготовлено. Даже у меня есть, даже есть подготовленные примерчики, в которые могу заглядывать, если мне покажется, что, покажется, что, да. Ну, так вот, значит, вопрос здесь присутствующий. Как вы думаете, сколько системных вызовов вызывает утилита, которая называется DATE? Системные вызовы, то есть обращение к ядру, там, по всяким, вот там, вот порядок. Меня интересует порядок. Один, два, сто тысяч. Ваше предположение? Один. Один, значит, это самое, идеология Unix говорит, один системный вызов, одна утилита, да. Вот у нас есть системный вызов, обмажем ее бинарником, будет утилита. Два, три. Давайте посчитаем. 110 штук. 110 штук. 31 open, 21 map. А вот мы сейчас увидим на что, смотрите. Ларчик просто открывался, ее перевели. Утилиту DATE перевели, вот, когда я, как бы, опытный глаз мог бы заметить, что она внезапно разговаривает по-русски. И это значит, что для того, чтобы вывести это сообщение по-русски, ей нужно настроиться на локаль, открыть кучу всяких файлов, связанных с локалью. Мы, кстати, будем заниматься локалью в этом семестре. Да? Причем, в некоторых случаях, как видите, она не находит то место, значит, есть несколько разных мест, где может лежать локаль, и она их находит не сразу. Самих файлов с локалью тоже, там, больше десятка. Вот она их открывает. Да? Дальше она еще должна к часикам сходить. Ну, тут непонятно, где она к часикам ходит, мы сейчас увидим. Вот. А потом все еще и позакрывать. Ну, короче, вот. А мапы это для того, чтобы прочитать оттуда. Вот. Вот. Она открывает файл, дальше встать от него, дальше читает оттуда с помощью мапа. Ну, потому что так просто быстрее. В Linux вообще читать мапом быстрее, чем ридом. Ну, потому что используется стандартная фича маппинга. Та же, которая используется для загрузки динамической библиотеки. Ну, вот. Короче, вот такие дела. Современные, казалось бы, Unix-подобные системы в действительности достаточно развесиста на системные вызовы. Удивительным образом. Значит, давайте мы, например, посмотрим, удалим из этого лога неудачные попытки открытия. Вот, потому что у нас тут Noient возвращается. Он ищет в неправильном месте эти все файлики. Давайте их удалим оттуда. Для этого нам нужно сказать Стрейсу, дорогой Стрейс, только успешные системные вызовы покажи. Вот. Ну, только без минус С, потому что так-то он их все посчитает. Вот их стало сильно поменьше. И это только то, что у нее с успехом произошло. Да? Вот он открыл, вот он займемаппил, все. Теперь, значит, еще более интересная штука. Смотрите, вот он открыл некий файл, допустим, вот этот. Ему приехал этот самый Descriptor 3. И дальше он из этого 3 делает Parade. Вот. Все это, конечно, хорошо, но какому-то вот в этом месту мы уже не знаем, что это за Descriptor 3, откуда он делает NFStat. Поэтому есть удобная фича в этом самом, в Стрейсе, кажется, минус Y, которая нам покажет, из какого файла в действительности он читает. Вот если раньше он нам показывал, что он читал Descriptor номер 3, то сейчас он запоминает при трассировке, какой это был Descriptor, когда мы его открыли. И будет писать вот так. Теперь мы видим, из какого файла произошло чтение Descriptor 3. И подсовывает для нас информацию, откуда же мы читали. Давайте ради интереса, что еще тут можно такое накрутить. Ну, здесь ничего, но мы можем трассить, что хотим. Например, можно трассить не все системные вызовы, потому что, как видите, их у одного Data 100 штук. Представляете, сколько у программы, которую вы напишете, будет системных вызовов. А, допустим, конкретный системный вызов затрессить, не знаю, какой-нибудь, ну тут их много, а какой-нибудь Close. Просто Close. Ну, вот, пожалуйста, сколько у нас было Close, и с чем они завершались. Вот. Или, например, потрясем что-нибудь другое. Там, вот у меня тут VC. Да? VC. То есть, вот если мы сейчас запустим вот так вот, то мы увидим довольно много этих системных вызовов. VC. Вордкаунтер. Почему много? Ну, потому что он читает поблочно, и вот этих блоков там в количестве. Вордкаунтер тоже переведен на русский язык, поэтому он тоже полез в локаль. Ну, короче, много. Да? Как ограничить это дело? Ну, давайте начнем с того, что ограничим все системные вызовы только файловыми. Минус Е файл, например. Только вот так. Минус ВЦ, да? Вот. Минус Е файл это группа системных вызовов. В документации по стрессу написано, что это за группы такие, которые включают в себя открытие, закрытие и стат файла. Да? Чтение туда не включается. Соответственно, вот эти все бесконечные читания мы пропустили, а вместо этого посмотрели, какие файлы открываются, закрываются. Вот. Все. Можно вместо этого даже сказать так. Минус П. И у нас на экране окажутся только, ну, в выдаче окажутся только те системные вызовы, которые работают с этим файлом. Вот мы его... В результате у нас пропадут все... В результате у нас пропадут все вот эти локали, да? Во-первых, он нам сказал, что тут вообще-то симульная ссылка, мы-то сейчас ее в нормальную превратим. Дальше он говорит, вот мы его поставили, вот мы его открыли, вот, и поехали из него читать. Поехали читать. Вот мы его закрыли. Все. Вот, пожалуйста, значит, ограничение контекста на конкретный открытый файл. Вот. Ну, дальше больше. А, это все уже сделали. Ефайл. Вот. Все это сделали уже. Вот. Ефайл видели и... Да. Минус ерит могли сказать, тогда он только вот это бы читал. Вот. То есть, смотрите, этот инструмент показывает, как у нас происходит вообще работа, какой код возврата соответствующий сискол нам возвращается. Если там что-то работает не так, да, мы можем увидеть, в каком месте оно работает не так. Дальше больше. Мы можем, например, взять и потрясить не только один процесс, но и все вызовы подпроцессов. Вот. То есть, попробовать сказать вот так вот. Что-нибудь типа стрейс. Бин ш минус с. Ш минус с. Ну, допустим, все тот же дейт. И что там у нас было в примере? Ид. О, ид. И у нас сейчас вывалится огромное количество этих системных вызовов. Ну, правда, потому что... А, нет. Сейчас их вывалится очень маленькое. Знаете, почему? Потому что мы... Ну, не очень маленькое. Да елки-моталки. Это шелл у нас так запустился? Да. Вот. Но это еще ничего. А если мы ему скажем минус f, тогда он еще и каждый процесс отдельно затрейсит. Вот, смотрите. Вот, давайте сейчас. Во. Вот он запустил шелл. Этот шелл породил дейт. Да. Этот дейт тоже работает. Потом он породит еще следующий процесс с другим пидом. Вот. Это id. Ну, короче, очень много. Вот. Но мы можем ограничить. Например, смотрим, а какие процессы вообще запускались в этот момент. Тогда надо сказать минус e, экзек, ве. Экзек, ве. Вот. И вот, пожалуйста, мы теперь просто смотрим, сколько раз из этого вот, выполнения вот этой фигни, экзек, а другую фигню. Вот у нас шелл запустился, первый экзек, ве. Вот у нас дейт запустился, второй экзек, ве. Вот он закончился. Вот. Да. Вот у нас следующий экзек запустился. Такие дела. То есть мы можем довольно, довольно качественно ограничивать контекст, который мы посмотрим, именно обращаясь к тем системным вызовам, которые мы собираемся потрясить. Кстати, вот этот экзек, ве, это очень полезная в этом вашем линуксе фича, потому что хрен знает, какие бинарники, в каком количестве и в какое время ваша приложенька запускает на самом деле. А может, она их не запускает, может быть, человек уморочился и написал все сам на C, и тогда она просто библиотечки всякие подгружает и работает. А может быть, нет, может быть, она там для, не знаю, скачивания файла в Get запускает. По внешнему виду программы, особенно бинарной, это не понять. А если запустить стресс, он все вам расскажет, особенно вот этот самый экзек, ве. Сокращение тут спрашивает, почему именно экзек, ве, а не экзек, ве, п, экзек, эль и так далее. Черт его знает. Я привык, что это всегда работает. Сейчас. А еще бывает... А подниму, что согласен, в том же системный вызов? Да. На самом деле, это все равно один и тот же системный вызов. А вот. И этот вызов экзек, ве, е. Вот, вот, вот почему. Все так. Потому что клон, он, видите, наклон, он нам наплевал. Да. Ну вот. Соответственно, именно поэтому. Человек спрашивает, под управлением, чего работает отладчик ядра. Ответ очень простой. Под управлением отладчика ядра, потому что это часть ядра. Поскольку вот такой вот, даже такой банальненький стрейсик, как вот такой, выдает полотенце, и иногда хочется в этом полотенце поразбираться ручками, то есть еще ключик минус О и имя файла. Вот. Опять же, мои шаловливые ручонки придумали вот такую конструкцию, минус фу. Это минус F, минус O и файл O, на самом-то деле. Вот. Что при этом происходит? Все дампится в файл O, и в этом файле O можно вот все почитать красиво. Слева у нас. Обратите внимание, Vim умеет это еще и раскрашивать. Ваз. Vim умеет раскрашивать и стрейсовые дампы. Смотрите, как красота какая. Вот. Соответственно, мы как бы можем вот. Все это можно вывести в файл. Если вам не хватает вот этих сокращений, обратите внимание, что здесь вызвался Fstat. Началась структурка, которая ему передается. А структурка же это такой кернил, ну, системный вызов, он такой большой, и там структурка целая. Он взял ее и урезал. Если вам не хватает этого, можно сказать ему минус V, и тогда он будет полностью разворачивать, полностью разворачивать такие вещи. Видите? Все параметры. А, нет, не все. Теперь эти параметры будут урезаны до некоторого максимального размера допустимого. Этот максимальный размер допустимый тоже можно сделать иным. Можно сказать, скажем, S2048, и у вас 2 килобайта будет этот порог. Уж тут-то точно мы увидим все. О! Вот это весь экзек Ве. Это рид, разумеется, 2 килобайтов. Отсюда, на самом деле, 832 байт. Да? Не больше 2 килобайтов. Понятное дело, что глазками в этом разбираться абсолютно невозможно. Да? Вы должны знать, что вы ищете, вы должны знать, ну, на что смотреть и так дальше. Но тоже очень удобно. Да? Вот, например, с какими переменами окружения была запущена дейт, когда вы все это безобразие запускали? Да вот с этими, вот же они. Они передаются экзеку. Красота. Вот. И это, значит, что касаемо подпроцессов. Вот. Ну и всякие есть штуки, вот минус V, минус S мы уже посмотрели, можно еще хуже сделать. Можно ему сказать минус K. Тогда он при каждом вызове системного, при каждом системном вызове еще стектрейс будет показывать. О! Из какой библиотеки, какой библиотеки, какой библиотеки, какой функции, какой библиотеки все это было вызвано. Видите? Да, старт, это значит, это было, преамбула исполняющая системы C, из этого старта был какой-то ды-ды-ны-ны-ны-ны-ны-ны-ны-ны-ны-ны-ны-ны-мы-н-мап-во. Ну, короче, вот, а это уже close. А где, собственно, сама? Ну, ладно, не буду вам мозги парить, потому что, как видите, информации все больше и больше. Какие-то несчастные две утилитки, 6 тысяч строк с половиной нам на спайме встрыть. Но, как мы уже знаем, мы можем довольно четко ограничить контекст. Дальше больше. Вы можете не просто смотреть, как работают системные вызовы. Вы можете произвольно модифицировать результат их работы. Например, системный вызов завершился успешно. А вы и стрессу говорите, а ты там подставь, что ошибка. А мы посмотрим, как приложение на это среагирует. Для чего это нужно? В первую очередь, это нужно, вот тут есть ролик о Дмитрии на эту тему, но в первую очередь, это нужно для того, чтобы понять, что в вашей программе ситуация, когда системный вызов совершается с ошибкой, нормально обработана. помните, я сам на себя ругаюсь на лекциях, когда пишу вот такую вот программу на си, где вызываю 3-4 каких-то функции и не проверяю возвращаемое значение. Так на самом деле на си не программируют, разумеется. На си каждый раз после вызова, допустим, библиотечной функции, проверяют, не вернула ли она ошибку. Потому что, если она вернула ошибку, надо все по-другому делать, и нельзя надеяться на то, что вообще данные нормальные. А иногда пишут так, файл открыли, он открылся, значит, каждый следующий рит будет успешный. Ну, ну, смотрите, давайте попробуем. Значит, у меня тут есть шпаргалка, но мы сначала, сначала, вот, да, посчитаем количество слов в файле, usr-shari dict-words. Вот, 166 тысяч слов, вот, ну, короче, давайте попробуем пострессить это. Минус c. 216 системных вызовов, маловато, что-то для 166 тысяч слов, хотя понятно, почему, читаются же целыми блоками, да, вот, целыми буферами, ну, ладно. Но все равно мы не хотим читать их все 216, давайте поменьше сделаем, давайте ему скажем, минус e, read, вот, да, значит, чистенько, рит работает только над вот этим самым файлом words, да, он работает, он посчитал, он насчитал 166 тысяч слов, что будет, если этот файл не откроется? ну, если вы, допустим, системный администратор, вы можете взять и поменять ему так права, чтобы обычный пользователь не мог это сделать, а если вы обычный разработчик, вы можете сказать, минус, минус e, fold, двоеточие, read, как-то так кажется, нет? минус e пробел, fold равняется, read, синтаксис там довольно забавный, мы очень долго с Дмитрием обсуждали, как должен выглядеть синтаксис, он был еще хуже, вот, этот, по крайней мере, можно запомнить. О, вот как работает vc, если попытка читать из открытого файла возвращает e, no, sys, а по умолчанию ошибка e, no, sys, если вы сами не укажете какая, а, кстати, давайте укажем какая, e, 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 Это то, что может вернуть этот системный вызов. А, по-другому. Сейчас. Ну, два. Два. Системный вызов — это два. Во, вот они. Да? Это код возврата этого системного вызова. Вот. Понятное дело, что... Громче. А если не существует, что писать вопрос? Я думаю, что он его не распартит. Вот. Все просто. Вот. Но это-то ладно. Смотрите, так-то она хотя бы работает. Он... Сейчас, где тут... Вот. Он берет и падает. Давайте мы скажем ему, что он упадет не в первый раз, а, скажем, в пятый. На пятую операцию RIN. На пятую операцию RIN. Он упадет. И тут выясняется, что наша утилита ВЦ, ну, вообще говоря, она нормально работает. Она посчитала 6 тысяч слов, после чего упала. Но вывела на экран, что мы насчитали 6 тысяч слов. Так это должно быть или не так, мы не знаем. Это зависит от того, как дизайн устраивает. Но совершенно очевидно, что если, например, вы хотите написать программу, которая считает все слова в файле, а если произошла какая-то ошибка, то не считает слова в файле, а возвращает ошибку, то вот конкретно эта утилита написана неправильно. Да? У нее упала очередная операция чтения, но вместо того, чтобы сказать, чуваки, у меня упала операция чтения, не буду вам ничего считать, она сказала, ну так, я посчитал тут 6 тысяч слов, а дальше сами разбирайтесь, потому что у меня E1. Не очень хорошая логика. А еще бывает, например, программа открывает файл на запись, в какой-то момент у нее случается там ошибка на врайте, и она падает, немедленно завершается, не успевая закрыть, например, файл. И тогда он оказывается, например, нулевой длины, потому что синхронизация еще не произошла. Или не оказывается, потому что синхронизация уже произошла. Как правильно? Правильно надо, естественно, этот файл закрыть, даже несмотря на то, что очередной врайт у вас не сработал. Мало ли что. Клоус сделать. Вот здесь клоус, кстати, произошел, да? А нет, не произошел. Нет тут клоуса. А, потому что тут read. Не произошел. Но он, правда, открыт на чтение, зачем ему делать клоус, ему сделает клоус сама эта самая, сама система. Такие дела. Это что касаемо вброса ошибок. Вот. Я тут хотел написать пример для отладки с трейсом, чтобы мы реально видели, как наша программа неправильно работает в случае, значит, возникновения ошибки, но не успел. Вот. Ну, мы и так видим, да, что вот логика vc получается очень странная, да? Мы сколько слов насчитали, дальше случилась ошибка. Такой injection нужен в том числе и для того, что называется hardening. Да? Вы написали программу, в которой файл открывается, а потом вы верите, что каждый следующий read не будет ошибочным, потому что файл уже открылся. Ну, наверное, это почти всегда так и будет, за исключением, когда вы реально с трейсу сказали, а ну давай, делай E1 на 5-е чтение. И ваша программа внезапно разносит в клочки от такой ситуации. Отсутствие харзинга – это, в общем, плохое свойство для понижения надежности кода. И вот это вот. Да, вот тут сокращенец справедливо подозревает, что vc написан так, что он просто проверяет код возврата fread, и если он не ноль, то бишь что-то произошло, считается, что файл закрылся. А ошибка это или не ошибка, vc не проверяет. Ну вот мы с этим и имеем дело. Вот. Короче говоря, истрейс инструмент очень-очень развесистый, и, кстати, ну вот да, вот тут сокращенец, например, говорит, сеть упала, NFS не работает, флешку выдернули, вот вам, пожалуйста, ритм не работает. Вот. Помимо всего прочего, у стрейса очень много разных, очень много разных функций еще, которые мы не успели потрогать. Вот. Он, например, умеет выводить, он умеет выводить свои отчеты не в человекочитаемом, а в компьютерочитаемом формате, чтобы какие-нибудь роботы жевали этот вот выхлоп в JSON, кажется, кажется в JSON. Нет, не в JSON. Не знаю в чем. В общем, умеет. Аванц. Он умеет, например, обрабатывать не только систем коллы, но и сигналы. Если ваша программа падает по сексегу какому-нибудь, или получает сигнал, он может их тоже обрабатывать, благо это тоже переход в контекст ядра. Вот тут довольно развесистый синтаксик с фильтров. Как видите, чего угодно. Вот. Ну и из того, чего мы с вами не трогали, пожалуй, ничего такого более интересного я сказать не могу. Кроме того, что тут еще можно адрес, с которого все произошло. короче, ну вы видите. О, decode FDS. Decode FDS All, это значит, что он будет даже символный девайс вам рассказывать, что это за девайс. Вот. Короче, бог бы с ним, да? А, ну вот, пожалуйста, архитектура, на которой он спортирован. Тут он все-таки линуксовый, я соврал. Он все-таки линуксовый. Да? Похоже, что он только линуксовый. А, нет, Sanos, линукс, System5. Ну, короче, да, какое-то количество операционных поддерживает. Такие дела. К чему я его использую, когда сам этим, когда, ну, занимаюсь, там, не знаю, разработкой пакетов какой-то эксплуатации. В первую очередь, конечно же, какие файлы открываются. Ходить по исходному коду и высматривать все вот эти опены, экзеки и прочую чушь, вот, даже если исходный код есть, гораздо сложнее, чем заистрейсить с ключом E-файл и просто глазками почитать все эти файлы. Ну, вот, на порядок. Вот. Программа зависла и висит, и висит. Что-то делает. Ты, говоришь, стрейс минус P, если яма, конечно, не вырыта. Вот. И он тебе показывает, на чем он висит. Ну, то есть, там, наверняка, даже с таймаута какой-то, он на чем-то, на каком-то себе зависает. Вот. Куда полезет все, что читает. Ну, и вот, инжектинг, да, если какой-то сискол обломался, как будет она себя вести, вдруг она, значит, все к чертям раздолбает. Такая вот, такой вот инструмент, которым я всячески призываю пользоваться, потому что это гораздо проще, чем отладчик, и потому что, ну, далеко не всегда надо прям вот отлаживать, но при этом, как видите, очень много всего можно сделать. Стрейс нумерует системный вызов. Просто если вот, как-то, как-то, как-то хотеть четвертый, допустим, ритм, или там предпоследний ритм, который ты увидел в логе, у которых стрейс работал, ты сейчас думаешь, вот давайте я вот последний ритм заменю. Ну, заменю не знаю, но вот это именно так, вот здесь это именно так и работало, да? Пятый. Не, про то, что если я сам вижу, как вы это поднаграли, то можно было бы... По штуке, не знаю, кстати. Вот тут не пишут. Вот тут я не вижу. Слушай, читайте. Да, возможно, не пишут, возможно, вы можете реализовать эту фичу сами. Предложить патчик. Вот. Это не так сложно. Та же Эльвира была студенткой факультета, когда занималась с трейсом. Вот. Значит, поехали дальше. Следующий, значит, акт нашего марлезонского балета, это трюки грязные, связанные с подменой символов библиотечных при запуске программ. В чем идея? Идея в том, что когда вы пишете какую-нибудь программу, ну, не знаю, ну, вот эта программа выводит случайные числа. Когда вы пишете какую-то программу, которая, допустим, выводит случайные числа, давайте мы сами ее напишем, допустим, там, for питончик, это было и, for и равно нулю, и меньше, ну, скажем, 20, 12, и плюс-плюс, printf, процент d, давайте посмотрим в шпаргалку, что мы там писали, это ничего неинтересно, процент d и и, да, 2.0%d, и, рант. Ну, вот случайные числа, где там не случайные числа определены, давайте посмотрим, рант где-то в стадолибе, я думаю, определено, да, да, точно, вот, вот такая удивительно, удивительно интересная программа, которая выводит, давайте бэкслэш поставим, а то что-то как-то, как-то, в смысле бэкслэшен, а то как-то, как-то оно, как-то оно не кузяло выглядит, который выводит случайные числа, обратите внимание на особенность, особенность конкретно сишного рандома, он всегда одинаковый, видите, вот 8.6, да, 8.6, тут просто вот эта двоечка, ну, короче, вот он всегда одинаковый, да, для того, чтобы он был разный, вам нужно сид поменять, например, на текущий там, у тайм или что-нибудь такое, за вас это никто не сделает, вот, но это не важно, все равно это условный рандом, вот, и теперь, значит, мы хотим сделать что? у нас есть работающая программа, в код которой мы не лезем, но мы хотим, чтобы рандом работал по-другому, для этой цели мы пишем свою библиотеку, в которой пишем функцию рандом, которая будет возвращать, ну, разумеется, 42, потому что это ответ на все вопросы, о смысле Вселенной и тому подобного. Что, я вместо написал двоеточек, как питончики, вот, смотрите, какая удивительная библиотека, сейчас мы эту библиотеку скомпилируем, сейчас я посмотрю, как это пишется, ну, да, вот тут, вот тут сокращенец подсказывает, зачем нужен повторяемый, зачем нужен повторяемый рандом, но об этом мы на питончике говорили, да, для того, чтобы были воспроизводимые, псевдослучайные последовательности, мы знали, что наши тесты на последовательный номер такой-то проходят или не проходят. Так, все просто, минус шарит, минус о, ура, там, нерандом, точка о, точка со, нерандом.си, вот у нас, мы создали библиотеку, давайте на нее посмотрим, файл, нерандом.су, это, какая-то библиотека, вот, вполне себе, библиотечная библиотека, ее можно, с ней можно компилироваться, например, но мы не будем с ней компилироваться, почему? Потому что наша программа, которая, которая рандом, вот эта, она уже написана, возможно, у нас даже исходников нету, тем не менее, мы что можем сделать? Можно сказать так, ну ты, дорогая, значит, когда будешь загружаться в память, ты сначала загрузи вот эту вот библиотечку, нерандом.су, а, давайте посмотрим, извините, давайте мы в ней посмотрим, обждамп минус, минус, я забыл, минус т, что, может, т большое, да, 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 нет, не хочу дизосемблер, я хочу вот это, я хочу, что мы задали одну конкретную, в этой библиотечке есть конкретное имя рандом, оно тут определено, defined, видите, ватс, короче, я что хотел сказать, что вот у нас есть библиотечка, в ней есть имя рандом, и ты, дорогое, загрузи, пожалуйста, сначала эту библиотечку, тут надо полный путь указывать, вот можно вот так написать, да, не рандом.со, в память, ну или вот так написать, просто это сложнее, как бы, читать, поэтому я тут сделал вот так, хотя, вот, это одно и то же, вот, а вот Димка, Димка, внимательный, спасибо, внимательный Димка, Димка говорит, что вообще неправильно все сделали, потому что функция должна называться ранд, спасибо большое, как хорошо иметь внимательную аудиторию, окей, дубль два, смотрим, ранд, и еще раз, и так мы говорим, дорогое, загрузи мне, пожалуйста, в память, сначала вот эту библиотеку, а потом уже запусти программу, которая называется РНД, и если что-то будет не хватать, догрузи еще символов, но этого-то тебе хватит, и ей хватило, поиск символов динамический, символ ранд в памяти к этому моменту уже был, благодаря этой строчке, соответственно, наша программа ходила вот к этому ранд, а не к тому, который дальше. В связи с этим, написание каких-то, как это правильно сказать, страшных огородов, которые, не знаю, ключик какой-то читают, электронный или что-то такое, вот это все под Linux, очень сильно затруднено. мы берем и перебиваем вот те функции, которые сам ключик читают, и говорим, хороший годный ключик, работай дальше. Вот. как видите, как правильно замечает сокращенец, естественно, если вы сами делаете DLOP, то есть открываете вашу библиотеку не системой, а с помощью соответствующих функций липси и вызывая соответствующий системный вызов, естественно, LD-прилот не сработает. Но там есть свои другие способы. У нас есть Ptrace, мы всегда можем перехватить, как это делает Strace, перехватить этот вызов, DailyOpen, ну и дальше немножко помухлевать. Так что нет. Ну вот. Значит, и вместо одного DailyOpen, значит, подложить другой. В конце концов, можем за LD-прилотить DailyOpen. Я, правда, не пробую. Но, значит, дальше больше. Давайте мы вот что сделаем. Давайте мы модифицируем наш этот нерандом таким образом, чтобы мы еще и настоящий рандом в некоторых случаях могли вызывать. Ну, буквально следующее. Будет у нас какая-то функция под названием RealRandom, и мы напишем что-нибудь такое. Там, int r. r равняется RealRandom, и это будет настоящий рандом. А здесь, ну, что-то типа такого, r%2, если оно четное, то 42, а если нечетное, то r. Таким образом, все четные числа у нас будут взяты из вот этого, будут равны 42, а вот нечетные числа будут возвращаться RealRandom. Что нам для этого нужно сделать? Нам для этого нужно написать этот самый RealRandom. Дайте я подгляжу в поргалку, с вашего позволения. Что нам нужно? Нам нужно найти в памяти настоящий рандом. Внезапно. как это делается наизусть не помню, но мы сейчас посмотрим это в примере. Тут есть примерчики, как это делать. Мы берем вот такой эклюндик, dl, dynamic, link, function, c, n, ну, короче, вот такой эклюндик. В нем есть функция, которая нам нужна, она, кажется, даже не функция, макрос, которая, ну, давайте определим, и так у нас int RealRandom от чего? От ничего, от void. Да? Это было слово int. Что мы здесь должны сделать? Здесь мы должны найти настоящий рандом. Это делается с помощью функции dlc. Давайте посмотрим по ней документацию. вот, сейчас, вот, dlc. Вот, я сказал man dlc, кто не видел. Значит, что это такое? Найти адрес по имени в объектнике. Именно этого и мы хотим. Мы хотим настоящий рандом. ранд найти. Окей. Значит, dlc им говорите. Что там нужно ему сказать? dlc, сказать следующий. Их может быть много. Вот мы нашли первый, а ты найди мне следующий, который называется, ну, в данном случае у нас ранд. Да? Окей. Значит, что нужно? Нужно написать dlc. Следующий, это у нас будет rtldnext. а, тут еще надо сказать define new source, иначе у него по-другому будут устроены, по-другому будет устроены макросы, и он не найдет от rtldnext, по имени rand. вот. Что при этом происходит? Это еще не все. dlc, как мы читали только что в мане, лезет в память и говорит, я вам сейчас из загруженного вашего в память объектного всего найду следующую функцию по имени rand. Какого она типа, мы у журмейцев не знаем, она, это c. Так что тип у нее вводит звездочка. Для того, чтобы закастить ее к правильному типу, нам надо сначала сделать нормальный type dev, type dev, ну что-то типа real rand type ну t. Да. От чего у нас он? От void, видимо. Только int еще где-то должен быть. Давайте я подгляжу в подсказку. Да. Это функция, которая возвращает int. Значит, что мы делаем? Мы говорим, real run t это указатель на функцию, которая зависит от void и возвращает int. Кастим этот адрес памяти, который нам приезжает из dlsim к этому типу. Ну и вызываем это все безобразие. поскольку он отводит. Ну и это можно делать return. Все. Пробуем. Сейчас попробуем, как это работает. Значит, что мы тут написали еще раз? Это как программирование, как это самое, как это фамилия ее, как функциональное программирование изнутри, да, мы вызвали еще раз dlsim, который нашел нам следующий адрес в памяти, содержащий в таблице символов, содержащий имя run. Дальше мы знаем, что это имя run. Это функция, которая возвращает int, а зависит от void. Мы скастили этот адрес к этому типу. Дальше мы эту функцию вызвали, и дальше результат вернули. Мне кажется, что после вот такой модификации, если я чего не напортачил, у нас получится довольно забавная работа. Как и было сказано. Чтобы, значит, ну, понятно, да, значит, если у нас random был вызван столько раз, сколько надо, да, но если он был кратен двум, то мы возвращаем 42, а если он был не кратен двум, возвращаем результат, да, вот, обращаясь к настоящему random, который мы достали с помощью dlsim оттуда, вот, из загруженного, из таблицы символов. Что? А их может быть много. Может. Может. Мы всего лишь намазываем вокруг того, что уже имеем. То есть, так тоже, получается, нельзя полагаться? Нет, полагаться, конечно, нельзя. Это же не для того, чтобы такие технологии, они не для того, чтобы это, ну, внедрять в продакшн, хотя такое я тоже видел. Вот. Ну, видел, правда. Так, например, работают всякие приложеньки на основе хромиума. Ну, очень много веб-приложенек, всякий Zoom, нет, не Zoom, но вот все остальные клиенты, там, вайберы, шмайберы, телеграм, нет, не телеграм, эти самые, господи, элементы, короче, дофига приложений под Linux. Это просто хромиум, у которого оторвали защиту памяти, подложили какие-то странные еще библиотечки из LD-приложили их. Упс. И дальше вот этот вся бинарник к вам приезжает куда-то, вы его запускаете, а он почему-то работает. Почему? Потому что он с собой притащил кучу своих библиотек. Значит, если вы, кстати, притащили с собой кучу своих библиотек, померил LD-приложенек, есть еще LD-лайбри-пас. Вот. Это такая же штука, но она нужна для другого. Она нужна для того, чтобы если у вас, скажем, ваша программа скомпилирована с какой-то внешней библиотекой, неважно с какой, у нас, мне кажется, тут нету такой. То вы можете подложить свою, прям другую библиотеку, и она ее найдет первой. Вот, скажем, какой-нибудь греб. Обычный греб, он у нас в Альте собран с липпоцре 2. Это значит, что греб умеет в нерегулярные выражения, на самом-то деле, с ключиком минус п. он умеет из-под себя вызывать перл-регекспы. Соответственно, вы можете взять и подложить свою собственную липпоцре, просто положив это, это вот конкретно, файл с вот таким названием, в какой-нибудь каталог и добавив этот каталог в LDL.repar. Очень частая, очень частая ситуация, на самом-то. На самом деле, сплошь и рядом так происходит, для того, чтобы, не дай бог, системная библиотека не забила ту вашу кастомную, которую с собой приносит. Вот, всякая проприторная блабятина под Linux именно так и пишется. Вот, и это значит, что касается трюка с RDPR. Плот. Давайте я вам в качестве, мне все время кажется, что, мне все время кажется, что время еще дофига, хотя на самом деле у нее дофига. Вот, мне все время кажется, что время дофига, поэтому я вам расскажу историю из жизни. Собираю я, так я, простите, LibreOffice. LibreOffice это монстр, вот, хуже него только Chromium, кажется, даже Mozilla лучше, большой, собиралась тогда, это было, значит, несколько лет назад, там, может быть, 10, собирался он тогда, если в один поток на одном процессоре, то часов 20. Соответственно, наша сборочница просто говорила, мужик, 20 часов я тебе собирать не дам. Вот, что хочешь, делай. Вот. В какой-то момент в нем появилась параллельная сборка на нескольких процессорах, нормальные люди освоили, значит, Make, освоили JobServer, вот это все. Тем временем у нас появился нормальный сборочный сервер, там, сначала в 32 ядра, сейчас там еще более ядер, вот, и память там нужное количество гигабайтов, в общем, все хорошо, начинаешь собирать LibreOffice, а сборка падает по нехватке памяти. Я начинаю гуглить и выясняю, что так у всех. Вот, все крутые, которые купили крутые тачки, там, 32 камня, 64 камня, терабайт памяти или что-то такое. Запускают на нем сборку LibreOffice, она падает. Начинаем смотреть, что не так. Выясняем, что всю память сжирает Java, она частично написана на Java, и вот когда она запускается, да, и там такая легенда есть среди линуксоидов, что если ты запустил Java, то она примерно 100% памяти забирает, а если ты запустил три экземпляра Java, то примерно 300% памяти. Так уж она, Java, устроена. Это легенда. Вот, но я, естественно, написал утилитку, точнее, да, лдоприлодную утилитку, которая делает следующее. Ты ему задаешь, сколько у тебя максимально процессов памяти может торчать, сколько из них Java, вот, сколько памяти уже сожрано, а дальше она каждый экзек, а прилоджу я не экзек, форк, каждый форк, каждое раздвоение процесса, она его лдоприлодит, проверяет с помощью вот этой большой функции, проверяет, а можно ли сейчас форкаться, то есть он смотрит по всем, по всем процессам, суммирно память, суммирует всю память потребляемую, и если, например, памяти это слишком много, не буду сейчас форкаться, подожду секунду, вот, через некоторое время он говорит, давайте еще раз проверим, проверяет, за это время несколько потоков сборки остановилось, память освободилась, он говорит, о, теперь памяти достаточно, можно форкаться, и форкается, вот такой лдоприлод помог мне в сборке либре-офиса, который замерял количество потребленных ресурсов, и не форкал следующий процесс, который мог оказаться, например, джавой, значит, до тех пор, пока этих ресурсов не оказывалось нужное количество, вот с этим я жил, и у нас чуть ли не единственное, альтлинук стим, был чуть ли не единственным, у которых либре-офис собирался нормально сам, прямо в сборочной среде, а не руками где-нибудь в сторонке, а потом подсовывали в репозиторию, ну или не 20 часов, потом, правда, все это решилось очень простым способом, выяснилось, что у джавы есть такая штука, в джава 8 придумали асинхронный сборщик мусора, объектов джавных, асинхронный, то есть вы можете взять и запустить несколько сборщиков мусора в нескольких трендах, и они, значит, в этих нескольких трендах будут одновременно собирать этот мусор в несколько раз быстрее. Как вы думаете, какое значение по умолчанию, сколько трендах на асинхронный сборщик мусора в каждом процессе джавы запускается? Столько же, сколько ядер. А когда их 128 ядер? В общем, стоило перебить это значение на 3, как сразу все стало само собираться. Такие дела. Это я к тому, что кажется каким-то извращением, но вот, пожалуйста, да, это извращение было в продакшене в течение нескольких лет в Altenx Steam. Значит, следующий, похожий на S-Trace инструмент, называется L-Trace, и это существенно менее фичастая, хотя, в общем, тоже довольно полезная штука, которая пользуется как раз интерфейсом вызова, интерфейсом вызова, на этот раз не системных вызовов, а библиотечных, и тоже позволяет показать, какие, значит, библиотечные вызовы ваша программа задействовала. Ну, например, вот тут есть пример Грепа, давайте попробуем вас. Сокращенец, язвит, говорит, что необходимость в куче сборщиков мусора выглядит еще большим извращением. Согласен. Да, L-Trace, давайте какой-нибудь там Греп минус P, чтобы перл был. Я скажу, почему, потому что мы хотим потом ограничиться в игре по хождению в ПЦРЕ. А точка звездочка, B точка звездочка, это А. C точка звездочка, C, ну, скажем, в USR шаре, words, dict, words. Это был dict. Во. Обратите внимание, что это мы видим не системные вызовы. Ох, как их много. СТДР. СТДР. Вот. Мы видим не системные вызовы, а именно, что вызовы соответствующих библиотек. Да? Сет-локаль, бинтекс-домен, стрелин. Ну, короче, вот то, что, собственно, те самые имена, которые нам библиотека показывают, это не обращение к ядру, а как раз обращение к библиотекам. Вот это были обращения к липси, а вот это сейчас будут обращения к ПЦРЕ. Понимаете? Доваться. Вот. Как видите, тоже овер дофига, потому что, понятно, библиотечных вызовов на самом деле еще больше, чем системных. вот, ну, тут к каждому слову матчится, этот матч применяется. Вот. Ну, мы можем что сделать? Мы можем, например, ограничиться только библиотечными вызовами из библиотеки ПЦРЕ 2.8.0. Вот. Где оно тут написано? А где тут написано? Сейчас. Маннель трейс. Тут должна быть опция, которая показывает, какую библиотеку она использует. Ну вот. А как же я выяснил, что это та самая библиотека? Ну, видимо, я выяснил это очень просто. Я сказал LDD равняется греб. Да? Увидел, что там вот эта вот фигня. И теперь мы можем сказать L трейс вот эту штуку минус L и ограничиться только системным вызовом, только библиотечным вызовом из библиотеки ПЦРЕ. Да? Тогда вот эту фигню он нам показывать будет, а вот эту фигню, которая там была вначале, показывать не будет. 20. Видите? Только ПЦРЕшные. Вот. А можем даже еще больше. Можем сказать конкретно, ограничимся только одним вызовом, который называется, который называется, ну, ПЦРЕ, мать, что-то слишком часто бывает, а там вначале должен быть какой-нибудь компайл, да? Давайте посмотрим. Во. Во. Да? И вот давайте посмотрим только на него, сколько этих самых компайлов делается. один. Да? Тут надо только сказать ему, чтобы это вдевнул, шло, а то он все на экраны выводит. Ой. А почему он тут, я же сказал, девнул, нет? А. Ну, ладно, не важно, важно другое. Вот он, один единственный компайл, вот, а остальное, вот как бы все. Во. Соответственно, L-трейс. Как ни странно, несмотря на то, что этот инструмент кажется не менее удобным, чем S-трейс, используется намного реже. Не знаю почему. Так, так, вот, так показывает опыта. Какие есть еще различные странные огороды, кстати, вот это вот надо перенести, это на самом деле вот здесь должно быть. Какие есть еще огороды, которые позволяют нам отлаживать наши программы, если они странным образом написаны. Ну вот, допустим, вот, мы прямо сейчас скопипастим эту программу, просто, чтобы не писать это все. Вот. Да. Давайте почитаем, что здесь написано. у нас есть функция f, которая берет адрес g, а потом берет, к этому адресу g прибавляет константу 12, и по этому адресу заносит значение 7. Какая-то полная мухлеж с памятью, надо думать. Причем со стеком. Дальше мы пишем, что вот и равняется 20, да, вызываем функцию f, и я вангую, что если мы правильно подобрали вот этот телепорт, то здесь будет написано, что и равно 7. Давайте пробовать. Только там прибавляется 7, да. Обратите внимание, что никто, ни одна живая сволочь нас не предупредил. Но нет, я, конечно, понимаю, что ни одна живая сволочь нас не предупредила. Все хорошо с точки зрения компилятора оси, напоминаю, да, синий язык программирования, си компилятор. Все чисто. Что означает утверждение синий язык, си безусловный язык программирования, синий алгоритмический язык си компилятором. Это утверждение означает ровно одно. Когда вы программируете на оси, вы должны четко представлять, какой код вы генерируете. Потому что вы пользуетесь компилятором, да. Никто, кроме вас, представляющих, что именно вы здесь написали, не гарантирует вам работы. Всего этого безобразия. Вот. Какие можно применить к этому огороды? Во-первых, можно применить стек-протектор. Я думаю, что стек-протектор нам сразу скажет, сразу скажет, сразу скажет свое волшебное фе при попытке запустить этот телепорт. Стек-смеш. Что за стек-смеш? Да очень простой стек-смеш. Мы взяли и забрались не в свой фрейм вот здесь. Да? Мы забрались в фрейм от функции main. Мы именно вот перебили вот этот адрес вот здесь. Можно даже, кстати, было минус г сказать, он, я думаю, что он еще бы и показал, где этот стек-смеш. Ну-ка. Не показал. А если бы в свой фрейм попали, то он же не показал? Нет. Если бы в свой фрейм попали, а что? Куда хотите, туда и пишите. Вот. Что еще есть? Санитайс адрес есть. Санитайс адрес, я забыл, что делает. Вообще, F-санитайс довольно забавная штука. Он может много всякого, много всякого вам найти, всякого ерунды, которую вы себе запрограммировали. Вот. Но я, кстати, не уверен, что он нам поможет. Он нам не поможет. Санитайс адрес, это когда вы гуляете по своей собственной памяти, трэш-дереференс. Понимаете как? Вы можете случайно задереференсить то, что действительно дереференсы хотя и не хотели. Так что F-санитайс это немножко другое. А? Громче? Вывел-то правильно. Ой, да, слушайте. Правильно, спасибо. Санитайс адрес, он, видимо, там какие-то габы вставляет, что ли? То есть мы куда-то записали это число. Но куда хрен его разберет? Главное, что мы не попортили себе стэк. Если бы он не дал, он бы сказал хотя бы вот так. Да. Короче, Санитайс, да, спасибо, что вы это заметили. Санитайс адрес, нам, видите, ну, здесь-то понятно, здесь текст-меш, и поэтому он сразу сказал не буду. А здесь вот как-то более хитро все это. Можно смотреть исходный код, но просто имейте в виду, что есть такая опция. Но в чем неприятность неприятность, особенно вот таких вот штук. Фактически вы, в общем, замазали ошибку. Ну, если это ошибка, повторяю, вы можете хотеть, чтобы было так. Но если это ошибка, то, используя санитайзер, вы ее окончательно замазали. Теперь больше никто вам ничего не скажет. А она есть. Все работает. Только не должно. Вот. Тем не менее, да, иногда бывает полезно потыкать, пошевелить этими санитайзерами. Их довольно много разных. Сейчас, давайте посмотрим. Громче. Мы не могли просто из-за рекомендации санитайзеров начать в свой фрейм попадать. Да, но там же, да, 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 почти наверняка так и есть. Мы чего-то расписали нам, я думаю, что нам просто большой фрейм приехал такой вот солидный. Да, 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 да. Ну, в общем, вот видите, тут есть много разных санитайзеров. Вот. Да. Короче, вот. Я на этом не сильно останавливаюсь, потому что трет-санитайзер, всякий иной санитайзер. Тут сокращенец делится в чатике ютубном куском кода на C++, который, разумеется, прочесть мгновенно невозможно. Если вам не лень, запостите его в большой чатик наш, в этот самый, в телеграммный и в виде нормально сформатированного, и мы там это можем обсудить, а так я, конечно, не умею считывать, извините. Вот. А значит, вообще говоря, такие штуки лечатся, например, специальными дополнительными огородами, которые просто подменяют, ну, скажем, молок. Дополнительных огородов, подменяющих молок, на свете очень много. И это и специальные библиотечки вместо молока. Вот. Я какое-то время монтейнил и до сих пор монтейнил, хотя этот пакет уже давно не развивается, electric fence, который потом переименовался в дума. Значит, всякие мемлики. Ну, короче, таких проектов очень много. Идея состоит в том, чтобы подменить функции работы с памяти специальным кодом, который дополнительно всякое проверяют. Вот у нас есть, допустим, допустим, программка на сях, которая, 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 что делает? Которая просто заводит, заводит, заводит в памяти, очень просто заводит в памяти, заводит в памяти массивчик и потом его расписывает, давайте даже напишем, чтобы было еще более непонятно, и потом его расписывает, вот, одна беда, она заводит в памяти массивчик на 10 интов и пишет туда 11 интов. Так еще меньше видно, что их 11, но их 11. От 0 до 10 включительно. Вот. Эта программа работает. Давайте проверим это. Дальше вот, даже вот так вот сделаем. F. Что там? Процент D. У нас int. Int. Backslash N запятая P. Ит. Да. Чтобы мы видели, что она работает. Ну-ка. Мне кажется, что здесь все-таки нам должны сказать, ничего нам не сказали. Нам сказали, что void main. Нам сказали, что void main void, она должна быть int. Господи, хорошо. но вы же понимаете, что это, 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 как это, к нам не на ту тему пристают. Все, отличная, годная программа. Она работает? Ой, нет. Ух ты! Ух ты! А раньше работала? А как это? Давайте попробуем, да, сейчас, минус, минус O0, минус G какой-нибудь. Не, все равно, все равно говорит, что? Ассешн олд топ. Ой, какая штука, мало, минсайз. Слушайте, а может быть, тут что-то не то, может, это просто программа, как это, может, сейчас, дайте смотреть. Да вроде все, что? Не знаю. Да нет, можно из Tdlib, конечно. Ну, дело в том, что, дело в том, что это самое, в этом вашем линуксе, они все, значит, это Dior, да, в этом вашем линуксе, они все равно все, слиплись, эти библиотечки, и там достаточно вызвать одну, в смысле, инклюдники. вот интересно, я именно на эту программу сегодня надеялся, что она заработает, а она что-то галлюцинирует. Ну вот, я так не играю. Слушайте, а может быть, стойте, сейчас, секунду, может, это я здесь что-то напортил? А, так, может, я тут что-то неправильно написал? Слушайте, ну ладно, хрен с ним, действительно, оказалось, что вот этот код приводит к какому-то, к какому-то триггеру, но вот этот код-то не приводит, мы отлично расписываем этот одиннадцатый элемент. хрен знает, но факт остается фактом, да, вот если написать вот такую программу, я зря ее улучшил, да, если написать такую программу, она запускается, работает, хотя мы пишем не туда, куда надо. Давайте мы попробуем каким-нибудь из инструментов, имеющихся, ее подебажить. Вот, например, есть такая штука, та самая дума, вот, которая выглядит следующим образом. Мы говорим, что rd-preload у нас будет вот такой, вот, и дальше запускаем эту программу. так, ld-preload равняется вот эта фигня, и дальше, что там, мало. О, говорит он, sigfold, говорит. Ну вот, то есть попытка, вернее, не так, malloc, который предоставляет нам библиотечка LibDum, работает по-другому, и при попытке выхода хоть немножко за его пределы, он сразу говорит sigfold. Более того, мы могли бы собрать вот эту штуку с этой самой думой, во, и тогда бы это malloc у нас не просто запустилось, а его еще можно было отлаживать. О, вот, смотрите, он даже показывает, на какой строчке произошел sigfold, и даже можно сказать ему, там, на каком и, ну, короче, вот. Собрали с огородом, собрали свою программу с огородом памяти, все остальные проекты примерно так же устроены. Да? И она в тех местах, где она раньше не падала потому что, теперь стала падать потому что. Вот. Сокращение говорит, что на 20 элементах даже с выводом работает, что это какая-то проблема с этим самым. Давайте попробуем. С 20, то есть вот здесь вот, короче, сейчас, давайте попробуем, это же интересно. Та-дам, действительно, чудеса. Undefined behavior на самом-то деле. Мы пишем в какую-то память, бог ее разберет, что там в этом месте, и читаем из какой-то памяти. Такие дела. И последняя на сегодня тема. На нее осталось 5 минут. Давайте вот что. Я потрачу чуть больше, чем 5 минут, все равно эта тема довольно большая. Значит, дело в том, что этот инструмент очень популярный, но я специально его отодвигал наконец, потому что изучить его от начала до конца за одну лекцию невозможно, и он нужен для крутых разработчиков, ну, скажем так, чем дальше, тем крутее. Инструмент называется Valgrind, и это, по сути, виртуальная машина. Это полный эмулятор той платформы, на которой вы будете запускать вашу программу, только очень медленной. Программа на деле выполняется? Да. Программа на деле выполняется в среде, вот в этой виртуальной машине. Соответственно, программа, запущенная под Valgrind, работает там в десятки, сотни раз медленнее, но зато каждое обращение к ячейке памяти проверяется этим самым Valgrind на предмет того, а хорошее ли это обращение или плохое. То есть, сейчас я давайте схожу сразу на статью Алекса Ланта, такой давний товарищ нашего сообщества. Что умеет Valgrind? Valgrind умеет с памятью такие вещи проделывать, Valgrind умел анализировать статистику по кэшу, как вы загружаете кэш, поскольку он эмулятор, он примерно представляет, что там с кэшом. Он умеет подсчитывать, какие у нас были, сколько у нас было вызов функций. Он умеет считать статистику по потреблению памяти и еще умеет во всякие треды. Понятное дело, что такой мощный инструмент за пять минут объяснить невозможно, но на самом деле и за полчаса тоже невозможно, поэтому мы в него сейчас потыкаем пальчиками совсем чуть-чуть, а потом скажем, ну а дальше учитесь сами дальше. Вот у нас есть, например, программка, которая точно работает, потому что в ней вообще ничего страшного нету. Мы просто берем обращаемся к инициализированной памяти. Некоторые компиляторы, наверное, умеют такие штуки отлавливать. Давайте посмотрим. Волл наверняка умеет такие штуки отлавливать. да, а не шалайз. Но, как мы увидим чуть позже, не во все умеет компилятор, а если это не включать, то будет вот так. Да? Значит, и там действительно ноль. Так случайно случилось, что там ноль. Ну фиг узнаешь, что там на самом деле, это же стэк. Это стэк, там может любой мусор лежать. Вот. Но, если мы запускаем в алгрин. О, он говорит вот, что у вас есть. Сейчас, а где ругательство? А он говорит, пишите минус трек оригинс, и он покажет, в каком месте проблема. А, давайте мы, кстати, его скомпилируем минус G. Вот. Хорошо, давайте спросим. Он говорит, он ругается, говорит, что какая-то ерунда. Минус трек, оригинс, ес. Я просто не вижу. А, вот. Да. А мы сейчас, сейчас увидимся. Минус, минус, да. Мы сейчас все увидим. Он говорит, что в мэне у вас, а, смотрите, он же более хитрый, он говорит, смотрите, какая штука. Вы мало того, что нециализированную переменную, может, вы вот этого хотите, но вы от этой нециализированной переменной сделали условный переход на основании ее значения. Вы точно, вот этого вы точно не хотели. Вот. Указал строчку, в которой это произошло, и указал строчку, где переменные описаны. Дальше больше. На самом деле, поскольку он является, Валгринд является виртуальной машиной, он может отследить, что переменные нециализированы, что кусок памяти нециализирован, у него просто есть такое специальное значение, этот кусок памяти нециализирован. Даже если, даже если инициализация происходит в одном месте, а использование в другом. Смотрите. Ва-2 она называется, да? Давайте посмотрим на этот ва-2.си. Вот здесь у нас нециализированные переменные, а вот здесь мы ее используем. Я так думаю, что тут вол даже может не справиться. Ну-ка, давайте попробуем. Нет, вол справился. Умный стал. Еще несколько лет назад не справлялся. Еще, вот, да. Но, естественно, Валгринд и это понимает. Вот. Он говорит, смотрите, у вас фу, кондитичал джамп, а в мейне у вас определена та самая переменная, которая все еще нециализирована. И это что касается обращения к неинициализированной памяти. Вещь, да. Штука, она так чувствительна. То есть, если у нас инициализация будет в том, думаю, значит, идея стоит в том, что когда Валгринд ходит к переменной под названием x и видит там значение эта память неинициализирована, неважно, в процессе выполнения выясняется, что в процессе хождения к памяти там лежит специальное значение, неинициализированное. Понимаете? То есть, поскольку он, поскольку это виртуальная машина, ей все равно, там просто написано сюда не писали. И не надо отсюда читать. Такая же фигня с неосвобождением памяти или с двойным фри. Ну вот, вот пример с молоком, да. давайте прям вот тупо, 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 значит, какой-нибудь 3.c, ну, только больше. Вот в этой программе, в этой программе мы делаем четыре раза, три раза молок и ни разу не делаем фри. Ну, разумеется, разумеется, так можно. Она освободится при выходе. Но вы же понимаете, да, осталось только эту функцию вызывать миллион раз, а, значит, из другой функции. И у нас внезапно три миллиона памяти уйдут в никуда. Обратите внимание, что они реально уходят в никуда, потому что у нас поинтер-то один на них. Вот. Давайте посмотрим, как ругается на этот счет Волгрин. Ну, давайте традиционно спросим у ГЦЦ, немедленно чего-то против. Сет but unused, да, он говорит, что это unused variable. окей, unused. Да, и опять void main, да. Ну, короче, короче, это тут сокращение с тем временем уже сиплю-плюсный какой-то пример написал, надо будет на него поглядеть. Опять же, напишите, пожалуйста, не в ютубной чате, а в этот самый, в телеграммный, иначе я просто забуду про это. Во. да, то есть, на самом деле Вол здесь не про что, да, это void main, это неиспользованный звездочкой P, никаких проблем-то на самом деле нету. Вот. Давайте попробуем Волгрин запустить. Сначала вот так. Он говорит, вы потеряли 40 байтов дважды в двух блоках. Вообще потеряли, у вас нет ни одной ссылки на них. И еще 20 байтов у вас залипло в межъященном пространстве. То есть, к моменту выхода из main ссылка на них была, но фрить вы почему-то все это безобразие не фрили. Так вообще нехорошо. Чтобы понять, насколько это нехорошо, можно еще сходить, сказать ему, расскажи мне, где это все произошло, и он прямо расскажет, смотрите, 40 байтов дважды было потеряно. с функцией malloc, которая вот лежит где-то там, функции main в l3 в девятой строке. Это там, где мы делали очередной malloc и не фрили. При этом дважды мы вообще потеряли, потому что мы в этом цикле присваивали вот, в этом цикле мы присваивали p, новый malloc, и предыдущий блок памяти оставался вообще без референсов. И последний malloc он у нас дожил до конца main, но, естественно, мы его тоже не фрили. Вот вам, пожалуйста, как себя ведет Walgrind, когда видит неинициализированную память, неосвобожденную память. На самом деле очень важный основной инструмент для выявления memory leak это Walgrind. Memory leak страшная штука. Да. Запись после был лост. Что это значит? Где? А, после был лост. Так их неизвестно, не знаю. После был лост это когда у вас сохраняются какие-то структуры вспомогательные, которые ссылаются на ту самую память. Непофрённые, но вспомогательные. Что это более конкретно, я сейчас не скажу. Можно почитать, загуглить, если хотите, я попробую этот вопрос провентилировать. что означает постберлост или indirect лост. Вот эти, кстати, штуки очень часто бывают при отладке ГТК-шных приложений. Вот тут довольно много нарастает всякой ерунды. Потому что в ГТК там довольно сложная объектная структура. Такие дела. Еще раз повторяю, мы за почти что 5 минут, за 10 минут прошли весь Волгринт, так нельзя делать. Вот, берем статью Алекса Отто, берем статью документацию и ее, значит, многочислено вкуриваем. Там действительно довольно много всего интересного. Вот, хотя, если посмотреть на все эти примеры, вот то, что мы сейчас с вами посмотрели, это и будут те самые примеры. То есть, ничего, как бы, на следующем уровне уже гораздо более серьезный нужен уровень владения этим инструментом. Вот, собственно, это все, что я хотел рассказать за сегодня, даже чуть больше. Если есть какие-то вопросы, задавайте. В следующий раз у нас тогда оооо, в следующий раз у нас такая спорная тема адаптация к окружениям автотулз. Среди моих знакомых есть масса ненавистников автотулз, соответственно, но у нас автотулз. Как это? Страдайте. Все. Если нет вопросов, то всем спасибо. До следующего раза. Спасибо сокращенцу за активное введение чатика в ютубчике. Чтобы у вас сделали. Ну и до следующих встреч. До встречи.